Этого человека люди будут помнить долго. Крупный организатор, твердый и принципиальный руководитель. Это все Олег Васильевич Танцарев, человек с большой буквы. 2 мая 2014 года ему исполнилось бы 85 лет. Любопытная вещь. Но самые крупные события в судьбе Олега Танцарева случались именно в мае. В мае родился, в мае был назначен на должность директора Северского трубного завода, которым он руководил без малого 20 лет, а всего на руководящих должностях градообразующего предприятия он проработал 35 лет. Очень много сделано для завода в этот период. Но самое большое вложение, это, конечно же, строительство крупного цеха, трубопрокатного цеха номер один, реконструкция которого происходит сейчас у нас на заводе. Очень большое внимание уделял дисциплине в коллективах. Бригадный метод поддерживал работы на предприятии. Очень большое внимание экономике уделялось в это время. И наше предприятие первое вышло на полное обеспечение по хозрасчету. Инженерный склад ума достался Олегу Васильевичу от отца, который был сильным инженером-металлургом. Его способности в середине 30-х годов даже пригодились в Германии. Туда его отправляли в командировку. Собственно, за нее он и поплатился партийным билетом. Его во время войны просто попросили из партии. Ну и когда война закончилась, там некоторые послабления, гайки стали ослаблять, его пригласили в городской комитет партии. И сказали, ну вот, видишь, ты вроде нормальным человеком оказался. Партия тебя может типа восстановить. Он постоял по дому. Ну партия в годы войны обошлась без меня, а теперь я выйду из без партии. Говорит, так хряснув дверью, что у них чуть подалки не осыпались. Так и не вступил. Его отец в 30-е годы работал на нашем предприятии, возглавлял Мартеновский цех. Ну и так сложилось, что после окончания Уральского политехнического института Олег Васильевич приехал сюда, к нам, на наше предприятие. Ну вот, как вспоминают те, кто работал рядом с ним, это был очень волевой, это был очень такой твердого характера человек. Все решения принимал очень взвешенно, вдумчиво. Но отзывались о нем и как человеке очень отзывчиво. Он никогда не оставался равнодушный к любой проблеме, если к нему обращались. Ну, что можно сказать, что интеллигент он высокого класса так, и он был артистичен. Я помню такую байку, что его Свердловский театр приглашал на роль Маяковского. Ну, Олег Васильевич сказал, вы что придумали там? Вот, ну, он очень внешне такой. Крутой нрав и прямота Олегу Танцареву достались от отца. Он иногда мог подбодрить, в кавычках, своих подчиненных. Его слово, это уже был не приказ, это руководство к действию, поэтому, ну, старались ему не попадаться, потому что у него всегда было то слово, которое в конкретный момент необходимо было, чтобы что-то сделать. Много было у него интересных выражений, но их можно так записать, не всегда можно сказать, но слова были понятные, приятные, и хотелось чертовски работать. То он мог строго спросить, это да, и все, конечно, как бы, и никто не пытался где-то что-то увильнуть, от решения вопроса всегда решали и знали, что Олег Васильевич спросит, и строго спросит. Ну, сходу могу так сказать, что, а самое главное, наверное, искренность и прямота. Терпеть не мог Подхалимов, Лизаблюдов, Шептунов и так далее, сразу, так сказать, были посылаемы, сами знаете, куда, по-русски. И чувство юмора, потому что вот на разных мероприятиях, торжественных и не очень торжественных, его сослуживцы, ну, конечно, в его же возрасте и постарше и так далее, первое, о чем начинали вспоминать, как Олег Васильевич кого-то там, как говорится, приколол, как нынче говорится, какую-то шутку там, которая сейчас ходит по заводу в качестве, так сказать, эталона. Чувство юмора, это помогает жить и, наверное, людьми руководить тоже. Алексей Олегович был младшим сыном в семье Танцаревых. С самого детства он, что называется, вслушивался в производственные разговоры отца. Они и формировали его мировоззрение, приучали к мысли, что без производства нет движения вперед. Для меня он всегда в двух ипостасях был. Первый – это страшный директор, которого, наверное, нет человек, который бы слегка не трепетал, когда его вызывали к директору по разным вопросам. А с другой стороны – это, собственно, отец. Вот, и впечатление производило, скажем, как руководитель выше рангом, когда я видел, как он общается с еще более высокими руководителями. Ну, скажем, с Борисом Николаевичем Ельцем. Или, скажем, с министром или замминистра. Да, вот Т-1 строили здесь оперативки. Да, да, да. То есть на некоторых встречах, ну, и мне довелось тогда быть, когда реконструкцию завода особенно затевали. Вот. Это, опять же, независимость суждений, неумение прогибаться под начальственное мнение и стремление отстоять интересы завода. То есть интерес завода всегда был движущей силой всех начинаний, всех поступков. Если заводу интересно, значит, мы пойдем на все. Если заводу это не нужно, мы пойдем на все, чтобы от этого избавиться. Примерно вот так. А с личной точки зрения, я вам скажу, он был настоящим мужчиной. Он меня научил руками работать, подчинять вещи, делать новые, охотиться, рыбачить. Ну, не мог парнишка, проведший детство в провинциальном городке Аша Челябинской области, не любить буйство природы. Потому его тянуло на охоту, в лес с обилием грибов, черники. Вот и сына он часто брал на охоту. Вообще дома это был свой, отличный отец, у которого было чему поучиться. Вспоминает Александр Ананьев, начальник трубоэлектросварочного цеха номер 2, который чуть ли не традиционно жил все время по соседству с Олегом Васильевичем. Я его не только как руководителя большого уровня знаю, но и как соседа видел, что он всегда сам активно занимался на приусадебном участке. И, в принципе, все росло, что растет и росло на Урале. Он сам это делал, любил это делать, хотя времени, как в последнее время, директором завода времени немного, но тем не менее он все сам делал. Плюс он был очень умелый с точки зрения человека рук. Как у него, знаю, в гараже там и маленький токарный станок был, и он руками много чего делал, потому что он, кроме всего прочего, еще был страстным и рыбаком, и охотником, поэтому там необходимые вещи тоже надо было делать. С большим интересом, почти что с трепетом, открываю личное дело Олега Васильевича Танцарева. Оно хранится в отделе кадров предприятия. Это автобиографические сведения, информация о его учебе в УПИ на металлургическом факультете. Современники вспоминают, что вчерашний студент почти сразу зарекомендовал себя квалифицированным специалистом. Вот приказ за подписью директора завода Василия Вершинина. Становится понятно, что карьера будущего директора начиналась в Мартеновском цехе. 1 февраля 1955 года инженера Танцарева освобождают от обязанностей начальника смены и назначают заместителем начальника Мартеновского цеха. Спустя два года представители Китая просят директора завода Вершинина командировать в Поднебесную опытного инженера-столеплавильщика. На один год в Китайскую республику направляют Олега Танцарева. Имея природный ум, отличную память, огромное трудолюбие, он за короткий период в совершенстве изучил премудрости столеварения и внедрил у нас на заводе несколько собственных предложений. Вышла в 80-е годы книга «Не числом, а умением. Истоки новаторства». Туда вошла статья. Ее автором является сам Олег Васильевич Танцарев и Флягин, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Восточного института огнеупоров, «Творческая сила коллектива». И вот здесь как раз в этой замечательной статье написано о том, как творческая группа, возглавляемая Олегом Васильевичем, преодолевала очень сложный путь перехода от одной технологии к другой. И вот действительно было очень много неудач, но были и победы. Которая, в общем-то, победа закончилась действительно большим экономическим эффектом. Раньше футировали, значит, шамотным кирпичом вручную. То есть это где-то порядка 10 тонн кирпича надо было сложить вручную, чтобы получить футировку ковша. Притом вот при не очень высокой, при очень не высокой стойкости, в эти 8-10 плавок, поэтому, ну, в общем-то, одной из, ну, самых, наверное, серьезных проблем в Сухе всегда было наличие годных для выпуска плавок ковшей. Они выходили из строя, бывало, это всегда не вовремя, раньше, чем ожидалось и так далее. Первый этап у нас был перехода на заливную футировку тут из бетонных смесей. Ну, принципиально, в чем разница, что там, вот, как я говорил, надо было скласть это столько кирпича, а тут заливали. То есть за разводим полужидкую такую сметанообразную, или какую-то кашеобразную смесь, и просто вставить такой шаблон в ковш, образуемый между шаблоном и корпусом ковша с дозор, заливаются вот этой смесью, это, ну, два часа работы. В 75-м году, 16-го мая, заметьте, снова май, приказом министра черной металлургии Танцарева освобождают от должности главного инженера. Он назначен директором Северского трубного завода. При его непосредственном участии строился трубопрокатный цех номер один. Осваивалось производство горячекатанных труб. Конечно, цех был значимый только там для завода, и он был в областном масштабе, и частенько приезжал Борис Николаевич Ельцин. Ну, наш завод и директор в том числе оценивался очень рейтинг, так будем скажем, в то время был достаточно высок, и вот первый секретарь обкома приезжал на оперативки и проводил эти совещания. В советское время в кабинете-то, наверное, все-таки сидели меньше, и подразделения посещали меньше, потому что необходимость была в поездках в министерство, что-то надо было, чего-то надо было добиться, чего-то надо было выбить, поэтому я знаю, что он ездил часто-часто в командировке, потому что в то время, значит, две проблемы, по крайней мере, в трубоэлектрославочном цехе были, это нехватка штрипса и нехватка железнодорожных вагонов. Заказы были, все было, но не хватало вот и лета, но производственная программа, выполнение производственной программы, это был закон, поэтому ему приходилось часто быть и в области, и в обкоме партии, и в Москве, и в министерстве, но в цехе я его видел, значит, он живо интересовался всем новым, что происходило в цехе, значит, вот я пришел когда-то после института, как раз запускали стан 102-220, бывший пятый стан, это был серьезный такой правительственный заказ по выпуску труб фрегата и Кубани, да, для народного хозяйства, поэтому я его часто видел со Скольбом Михайловичем Меншиковым, главным инженером, то есть он живо интересовался, хотя он был не трубник по специальности и работал в Мартеновском тогда цехе. При Танцереве продукция Северского трубного завода становится конкурентно способной. В 70-х-80-х годах проходило масштабное освоение природных богатств Западной Сибири. К рубежу тысячелетий старые запасы истощились, эпоха легкой нефти стала постепенно уходить в историю. Нефтяникам и газовикам пришлось идти все дальше на север, здесь требовались еще более качественные трубы, которые можно было бы использовать в агрессивных средах и условиях вечной мерзлоты. Северские трубники вынуждены были всерьез поработать над повышением качества своей продукции. И в 86-м году завод, руководимый Олегом Танцеревым, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Орденом Трудового Красного Знамени Это Танцереву удалось организовать многотысячный коллектив, нацелить его на производство стали и труб. Организаторский талант Олега Васильевича требовал не только стабильного выполнения государственных планов, но и дисциплины, культуры производства. Он, конечно, любил и поговорить за жизнь, пошутить, но и спросить со всей жесткостью и строгостью руководителя тоже умел. Многие помнят, что Танцерев был крут и суров, в его манере было вообще ярко и прямо выражать свои мысли. Не случайно в одной из характеристик и довольно положительных все же была любопытная запись. Танцереву не хватает выдержки в обращении с вышестоящими партийными и советскими органами, что осложняет решение вопросов социально-экономической жизни коллектива завода. И все же модные в те времена слова «активная жизненная позиция» более соответствовали облику Танцерева. Это был человек неравнодушный к любому делу или событию. Он был готов отдавать ему все свое время нервы и здоровье. Вот последнего-то, в конце концов, и не хватило. И 23 декабря 1993 года Олег Васильевич пишет заявление в Совет директоров, в котором просит освободить его от должности генерального директора Акционерного общества Северский трубный завод в связи с ухудшением состояния здоровья. В январе 1994-го Танцерев был приглашен на должность эксперта по внешнеэкономическим связям. Опыт и мудрость стали достойной поддержкой руководства предприятия в трудные годы экономических реформ. Ему было 65, когда он понял, что пора отдыхать. Я считаю, что таких коллективов, как коллектив Северского завода, их, в общем, не так уж и много. Из месяца в месяц делать одно и то же, выполнять план, скажем, по определенному виду продукции, это не так уж, в конце концов, сложно. А вот на решение всяких новых задач, которые требуют особенно жестких каких-то сроков, рамками какими-то определенными ограничены, вот здесь вот оно проверяется. И таким способом не раз проверялись возможности нашего коллектива. И я не упомню случаев, чтобы проваливались мы когда-нибудь. Олег Васильевич Танцерев умер в феврале 2011 года. На Северском трубном заводе помнят бывшего директора, почетного гражданина города Полевского. Не забывают его и родные. В этом году на могиле побывал сын Олега Васильевича, Алексей Олегович, со своей супругой. Они приезжали из Москвы. У каждого есть своя судьба. У меня почему-то судьба свернула с дороги металлургов. Хотя я, в общем-то, не буду ни души себя считаю, потомственным металлургом. И, кстати, дела завода мне всегда интересны. И вот Михаил Васильевич, сегодняшний директор, сейчас очень интересно, подробно. Я с большим интересом послушал о реконструкции завода, о планах, как все это делают. Потрясающе интересно. Надеюсь, был бы рад все это видеть. Ну, а я занимаюсь авиацией. Как говорится, делаю свое дело. Но немножко в другой области. Вот так. Это какие самолеты? Это называется авиация общего назначения. Амфибийные самолеты. То есть, которые могут летать и из суши, и самолеты. Вот мы спроектировали, построили, облетали. Сам я тоже летаю, пилотирую самолеты. У меня есть официальные лицензии пилота. И так далее. Сейчас занимаемся, пытаемся разместить заказы на западном берегу, скажем. Субтитры создавал DimaTorzok